Рад приветствовать всех вас на моем канале. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы включить вот такой вот красивенький светодиод, ну или вот такой вот светодиод SMD в розетку 220 вольт? Ну, сделать свою собственную лампочку на 220 вольт. Что для этого нужно? Многие, конечно, знают, и я не буду первым, кто скажет. Конечно, для этого нужны резисторы, диоды, конденсаторы для сглаживания. Давайте рассмотрим минимальный джентльменский набор. Который нужен для того, чтобы загорался светодиод от розеточки 220 вольт. И я этот набор собираюсь сократить. Да, что в наборе есть? Резистор, диоды, конденсатор. Надо, наверное, рассмотреть схемку. Самая простая банальная схема для включения светодиода в розетку состоит из резистора, последовательного соединенного с ним диода выпрямительного, и светодиода, который должен светиться. Так, у нас все для этого есть. Есть резистор, есть светодиод, вот он. И есть даже сдвоенный диод, но это не имеет значения. Что плохого в этом схеме? А плохого в этом схеме вот что. В данной схеме светодиод светится только когда вот этот диод пропустил на него ток. А значит, такая схема заставляет этот светодиод моргать. И если для индикаторного диода это нормально, то для осветительной лампочки это плохо. Мало того, такую схему некоторые умельцы и китайцы переделывают еще и вот таким вот образом. Вы не встречали такую схему? Эта схема весьма популярна на просторах Ютуба и Интернета. И о ней рассуждают весьма порядочные люди. Мало того, я даже встретил эту схему именно вот в таком дурацком, как я бы сказал, исполнении. В выключателе. Да, в выключателе оказалась именно вот такая схема подсветки того самого выключателя. Чем она плоха? Да вот чем она плоха. Если в верхней схеме ток, который пропускает вот этот вот выпрямительный диод, идет на светодиод в один полупериод, то все хорошо. Светодиод светится и нормально. Обратно никакого тока нет и резистор сам себе отдыхает. То в этой схеме ток, идущий через резистор, светит светодиод. А вот этот диод, который служит якобы для защиты этого светодиода от обратного перенапряжения, пропускает через себя напряжение и ток. И все это выделяется на резисторе. Токопотребление большое. Эффект хуже, потому что моргание не исчезает, а перегрев возникает. Мне было бы, конечно, очень интересно узнать происхождение этого параллельно поставленного диода к светодиоду, откуда все-таки у этого схема уши растут. Длинные такие. Недостаток этих схем обеих, несмотря на то, что может быть даже и вот эта схема правильная, в том, что они пульсируют. Выпрямляющий вот этот вот диод, либо защищающий диод, не оставляет светодиоду возможности гореть в отрицательные полупериоды. И поэтому мощность свечения будет как раз вот такой вот синусоидой. То есть, когда у нас положительный полупериод, светодиодик у нас этот или этот светится. Чтобы вот этих мерцаний избежать, эту схему, вот эту схему, правильную схему, дополняют емкостью. Есть у нас емкость? Да, есть. Небольшая емкость ставится для сглаживания пульсаций вот этого светодиода вот таким вот образом. Эта схема третья, она не претерпела изменений по отношению к первой, но добавился вот такой сглаживающий конденсатор. Что плохого и что хорошего в этой схеме? Ведь деталей совсем немного и собрать такую схему очень просто. Каюсь, я тоже ратовал за такую схему. Правда, война с хейтерами у меня развязалась на почве того, что сюда конденсатор электролитический можно ставить отнюдь не на напряжение 220 вольт. Хотя мне говорили, иначе взорвется. Сюда можно поставить конденсатор и на 10 вольт, и на 9 вольт. Вот этот вот светодиод сам по себе является стабилизатором напряжения, когда он светится, а резистор является ограничителем тока. Поэтому сглаживающий конденсатор рассчитывать на большое напряжение не имеет смысла. На диоде упадет ровно столько, сколько ему надо. Все остальное гасится на резисторе и вот этом диоде. На этом диоде всего лишь около вольта. Все остальное здесь на резисторе, и резистор греется. Об этом греется мы сейчас еще немножечко поговорим. Я провел немало измерений и испытаний вот этой вот емкости, опять-таки замены резистора на емкость, и проверил токи, идущие по такой схеме. Если в этой схеме ток будет протекать через резистор в обратном направлении, когда светодиод не светится благодаря вот этому диоду, и разогревать его, то в этой схеме ток будет присутствовать в те моменты, когда вот этот вот диод будет выпрямленное напряжение подавать не только на светодиод, но еще и на этот конденсатор. Конденсатор в цепи переменного тока ведет себя, знаете как, он его проводит. Но мы же говорим о постоянном токе, вроде бы здесь есть диод, но диод вот в этой точке нам выдает отнюдь не постоянное напряжение, а пульсирующее, однонаправленное напряжение и пульсирующий ток. Эти пульсации прекрасно проходят сквозь сглаживающий конденсатор, вызывая повышенный нагрев вот этого резистора и иногда выход его из строя. Да, в конце концов с помощью сглаживающего конденсатора мы добиваемся небольшого сглаживания здесь, но не самого хорошего. И при этом увеличиваем ток через резистор, соответственно перегреваем всю схему. Это тоже не есть хорошо. Если, скажем, для одного небольшого светодиода такая емкость может быть достаточно маленькой, чтобы ее мощности хватало для сглаживания, то для целой матрицы светодиодов нам придется подбирать емкость гораздо больше. И ее проводимость во время пульсаций, то есть ее проводимость пульсаций после этого диода, как раз и будет определять токи через этот резистор. Но если критикуешь, предлагай. Что же я предлагаю? А я предлагаю убрать нафиг выпрямительный диод, убрать вот этот сглаживающий конденсатор и получить гораздо более привлекательную характеристику свечения, чем все вот эти вышеуказанные схемы. Как? Да очень просто. Давайте я для начала покажу, как это работает, а уже потом покажу схему. Схема до безобразия проста, схема рабочая. И о ней я уже когда-то рассказывал. Я провел целое исследование светодиодных лампочек, что, как, зачем и почему. Сейчас вот здесь светятся два светодиода. Нет никаких конденсаторов, нет никаких дополнительных диодов. Давайте выключу, чтобы вы это увидели. Два светодиода. Ну, это, конечно, СМД детали, это матрицы. Светодиодами их грубо называть. Да, светодиодные матрицы. Но они не могут питаться переменным напряжением. А в моем случае они прекрасно светятся от розетки. Не перегорают, светят ярко и используют всего один резистор. Вот вся эта схема и то, как она работает. Вместо того, чтобы перерисовывать вот такие ненужные и глупые схемы, которые кто-то когда-то изобрел, придумал и зачем-то поставил сюда защитный диод, я вместо защитного диода ставлю еще один светодиод. Световой поток у нас увеличивается сразу вдвое. С защитой, так же, как здесь защитой светодиод является для конденсатора, защитой друг друга являются сами светодиоды. Резистор ограничивает ток. Да, в данном случае ток будет двойной, так как и отсюда напряжение проходит через резистор, и отсюда напряжение проходит через резистор. Правильнее говорить, ток проходит через резистор. но что же мы наблюдаем по светимости а по светимости если бы у нас был один светодиод мы бы имели только одну светящуюся полуволну и мерцание но когда их два эти полуволны перекрывают друг друга да все-таки мерцание присутствует но согласитесь или же мерцание вот такого диода либо вот такого идиота либо потеря в экономичности и перегрев резистора в случае применения конденсатора по моему такая схема гораздо проще надежнее и лучше я удивляюсь почему до сих пор не появились лампочки со встреч на параллельным расположением светящихся светодиодных элементов наверное может быть после того как я подсказал их начнут делать а на этом все ребята пока ловите лайфхаку бесплатно пока